Так, а сейчас? Тут получается, кто с марафону стройности здесь? Напишите, пожалуйста, плюсики поставьте. А вот все вижу. Ну, круто, совместили два марафона. Классно, всем будет полезно. Для марафона стройности я вообще планировала снять видео. Ну, я его сниму, конечно, это будет на следующей неделе уже. А пока кто в марафоне стройности, делайте лимфодренажную зарядку. Также можно это видео скинуть и в марафон Синерджи, чтобы вы тоже, ну, как бы, если вам интересно, могли бы практиковать. Потому что она очень, эта зарядка хорошо отечность убирает. Если делать с утра, то заряжаешься, плюс отечность очень хорошо сходит. Вот. Так, сегодня у нас будет небольшая презентация, чтобы примерно вы поняли, понимали, что, откуда идет. А потом уже приступим непосредственно уже к самомассажу. Начнем с разогрева. Да, будет запись этого эфира. Скинем запись. И далее, чтобы вы, ну, как вам легче было, вы могли смотреть по видео и делать эти упражнения. Если запомните, хорошо. В принципе, здесь не критично запоминать, да, именно по очередности, какие упражнения. Самое главное, очень хорошо массировать лицо. То есть, если вы не знаете, ну, то есть, как сказать, очередность тут не имеет значения, в общем. Да, скинем видео и марафон синерджи, на марафон синерджи. Два в одном. Все подготовили зеркало, саму ампулу, у меня вот витамин С. Потом дальнейшая уходовая, уходовую косметику, которую вы будете использовать после ампулы. Пока есть время, можете все подготовить. Зеркало, чтобы удобно было на себя смотреть и делать массаж. По-моему, еще кто-то был с прошлого марафона. Ум Сунай, по-моему, да? Да. Сколько у нас? 30 человек. Уже ровно 10 часов. Наверное, мы будем уже начинать, потому что время позднее. Будем начинать и как можно раньше закончим, потому что у всех разные часовые пояса. Все подготовились. Вот я вижу, Мариам Абсолют подготавливает. Круто, что включили камеры. Я вас всех вижу, кто включил. Если что, я буду подсказывать. Вот, все остальные подключаются. Классно. Классно. Супер. Сейчас я включу демонстрацию. Демонстрацию. Вообще, фейс-массаж сейчас такая распространенная процедура. Очень актуальная. И пользуется популярностью у девушек, у женщин. Неважно. Это очень приятно и также результативно. То есть имеет свои результаты хорошие. И как бы относится к процедурам естественного омоложения. Что самое главное для нас. Потому что я как массажист и я вообще против всех этих инвазивных и всяких разных процедур, которые режут, колют. Это не есть хорошо. Потому что, возможно, сейчас это будет очень хорошо выглядеть. Сделали на некоторое время пять лет хорошо выглядеть. А потом уже это даст свои результаты. Потому что это все неестественное. То, что колется под кожу. То, что режется. Все равно остаются спайки. Спайочные процессы. Это все затягивает. Ну, в общем, результаты дальнейшие все равно нужно будет исправлять. И из-за этого старость даже еще быстрее может наступить. Вот. Поэтому самомассаж, самая лучшая процедура именно для того, чтобы поддержать молодость. Улучшить цвет лица. В общем, восстановить все функции нашего организма. И классно, что мы можем сделать это своими руками. То есть вы, конечно, можете обратиться и к мастеру. Но если можно сделать своими руками, почему бы и нет. Да. Это дешево и приятно. Какие результаты мы можем получить, да. Даже если вы сами, да, вы не профи. И как бы и даже представления не имели о массаже. Вы можете получить вот такие вот результаты. Во-первых, процедура обладает комплексным действием, да. Улучшается кровообращение. Повышается приток крови к тканям, клеткам кожи. Получает больше питательных веществ и кислорода. В результате улучшается цвет лица. Осветляется. На 1-2 тонны осветляется лицо однозначно. Освежается. Устраняется землистый такой серый цвет лица. Налаживаются обменные процессы. Улучшается отток венозной крови и лимфы. Ну, то есть таким образом сходит отечность. Очень многих нас беспокоит отечность с утра. Ну, и она и в течение недели тоже остается. То есть дня остается. Это доставляет дискомфорт. Также спазмирные мышцы у нас расправляются. А потерявший тонус мышцы обретает его. То есть обретает упругость, подтягиваются. Также самомассаж оказывает такой лифтинговый эффект. Овал лица подтягивается. Черты лица становятся четкими. Снижается выраженность морщин. Мелкие пропадают, те, что находятся на поверхности кожи. А более глубокие, они становятся менее заметными. Кстати, касательно морщин вокруг глаз. Это все мимические морщины. То, что на лбу. Это все ваша мимика. То есть если вы прекратите двигаться в свою мимику. То есть это привычка. Если вы измените свою привычку, то возможно эти морщины исчезнут. Но на самом деле они будут всегда, потому что мимика у нас работает. И мы не можем ее контролировать. Мимические морщины – это нормально. На самом деле это не старость. Это нормально. Потому что мышцы у нас постоянно двигаются. Особенно вокруг глаз. Кто очень часто любит смеяться, улыбаться. Обычно кто часто улыбается, у них вот здесь вот такие гусиные лапки появляются. Кто много разговаривает, здесь кисетные морщины появляются. Кто унылый, у того здесь носогубки опускаются. То есть лицо отображает внутреннее состояние. Кто хмурится, вот здесь образуются морщинки и ногу тоже. Но самомассажем все это можно уменьшить проявление этих мимических морщин. Расслабить эти мышцы. Потому что мимические морщины, то есть мышцы, они у нас чаще всего спазмированы. Поэтому забегая вперед, да, на вопрос отвечу. Фейс-фитнес. Фейс-фитнес – это зарядка для лица. Стоит ли им заниматься? Я как мастер скажу, что я сама попробовала фейс-фитнес еще изначально, когда еще не занималась массажем. И, если честно, мне это дало отрицательный результат, потому что я занималась по видео, смотрела, да, то, что записали тренера, то и повторяла. А на самом деле и у меня появились заломы. То есть здесь заломы появились, здесь еще какие-то заломы. Я неправильно все это делала. То есть если вы хотите заниматься именно фейс-фитнесом, то это нужно делать с тренером, чтобы он видел, какие группы мышц у вас двигаются. Сами мы, к сожалению, не можем это контролировать. Поэтому на вопрос, стоит ли заниматься фейс-фитнесом, я против этого. Если вы не осознаете, что вы делаете. То есть это нужно знать, какие мышцы находятся, как они работают и как их правильно качать. Лучше, ну, вообще сейчас только онлайн все тренера проводят фейс-фитнес. Раньше проводили оффлайн. Вот раньше было намного лучше, потому что тренер сидел напротив вас и видел, как вы качаете. Он корректировал, где правильно, где неправильно. Так что я категорически против именно фейс-фитнеса. А вот фейс-массаж, именно массаж, он расслабляет наши мышцы, которые и так сами по себе спазмированы. И не стоит сравнивать наши мышцы лица с мышцами в теле, да, что их нужно качать и закачивать. Нет, наши мышцы на лице – другое предназначение, и они больше спазмируются, чем даже в теле. Вот, что касательно, да, каких результатов вы получите. И также самомассаж способствует более глубокому проникновению уходовой косметики. И сегодня я покажу именно технику, которая поможет даже не имея бустера, да, аппарата, который помогает проникать нашим ампулам еще глубже, а сделать так, чтобы именно наши ампулы очень хорошо впитывались. Итак, про массажные линии, наверное, все знают. Это будет очень полезно для вас, если вы проводите мастер-классы, то есть как наносить средства, как делать массаж, в каком направлении. То есть всегда мы двигаемся от центра к периферии. То есть если это подбородок, от центра подбородка по краю, да, по челюстной дуге к ушам. Все от центра к периферии. Всегда все массажные движения, даже если мы наносим крем, мы наносим вот таким вот образом. Все от центра. И на лбу, да, также от центра к периферии. Следующее, поговорим про лимфу. Это очень важная часть нашего организма, так как она регулирует многие процессы. Это иммунная ответка, дренажная система, да, это своего рода канализация. Но сейчас мы будем рассматривать с точки зрения канализации дренажной системы. То есть лимфа, она собирает по всему телу все наши токсины, шлаки. И вот тут вы видите, что есть вот такие зеленые, да, точечки. Это у нас лимфоузлы, через которые проходит вся лимфа и очищается. Лимфа у нас, в отличие от крови, идет снизу вверх. Да, с ног она идет вверх. То есть очищена, она поднимается к голове, омывается и опускается снова вниз. И вот такой вот идет круговорот. Благодаря мышцам качается наша лимфа. То есть если мы двигаемся, если мы бегаем, если мы занимаемся спортом, если мы что-то делаем, у нас лимфа качается. Если у нас сидячий образ жизни, мы не двигаемся, ничего не делаем, плюс еще кушаем очень много мучного, сладкого, соленого. Это все застаивается. И у нас организм превращается в болото. То есть здесь ничего не очищается, ничего не циркулирует. У нас все застаивается. Соответственно, у нас появляется отечность. Отечность может появиться не только на лице, но и по всему телу. То есть и на ногах, если замечаете, к концу дня ноги опухают. Но обычно мы замечаем только ноги, то есть ступни наши. На самом деле отечность может возникнуть везде. И на руках, и в брюшной полости. Мы этого не видим, не замечаем. И нам кажется, что мы набрали вес. А на самом деле это больше всего это вода, которая застоялась. Поэтому я вам всем советую делать лимфодренажную зарядку с утра. Выпить с утра стакан воды и сделать зарядку. Там всего лишь на 5 минут занимает. Но зато какой заряд энергии. И плюс ваша лимфа начинает очень хорошо двигаться, очищаться. И в конце уже первой, даже второй недели вы увидите, как лицо у вас станет меньше. А дутловатость уменьшится. Даже по телу вы увидите, что объемы уйдут. А так как кто участвует на марафоне стройности, вы сейчас придерживаетесь правильного питания. То есть придерживаетесь баланса воды. Постоянно пьете воду. И у вас это все начинает очищаться. Желудок начинает хорошо работать благодаря нашим ВАДам, которые очищают тоже наш кишечник. Поэтому очень важно помочь нашему организму именно с точки зрения лимфотока, улучшить наш отток лимфы. Также есть самомассажи и лимфодренажная техника для лица. Это мы тоже просмотрим. Смотрите, когда мы делаем лимфодренаж, на лице очень много лимфоузлов. Так как здесь у нас находятся естественные отверстия. Это глаза, нос, рот, уши, через которые могут попасть вирусы, вредоносные бактерии, которые могут навредить нашему организму. И лимфа здесь на страже. То есть она все это убирает, себя очищает и опускает вниз. И благодаря этим лимфоузлам, когда мы делаем массаж, лишняя отечность сходит у нас с лица. Поэтому очень важно сначала нам разработать декольте, потому что здесь тоже очень много лимфоузлов, через которые сойдет с лица вся отечность. Если мы здесь не разработаем, то ничего отсюда с лица не уйдет. Поэтому очень важно разработать декольте, подмышечную зону, чтобы лимфа легко и беспрепятственно ушла вниз. Так, ну здесь вот линии, по которым мы будем делать самомассаж. Опять же, от центра все к периферии. И здесь вот только отличается. Переднюю часть шеи мы поднимаем вверх, а с этой стороны мы опускаем вниз, когда делаем лимфодренаж. Здесь потому что у нас вся лимфа находится, да, и мы ее таким вот образом разминаем и отводим все вниз с лица. Итак, мы так плавно переходим к этапу самомассажа. Что сейчас нам нужно? Во-первых, нанести тонер, чтобы немножко увлажнить лицо, потому что сейчас мы будем делать технику на сухую, да, разогревать. Нам как бы не нужно излишнее скольжение, но при этом, как бы если кожа сухая, то не нужно ее тереть, потому что, ну как бы это и неприятно, и могут появиться покраснения. Поэтому лучше сначала нанести тонер, немножко увлажнить лицо и далее приступать к самомассажу. Так, смотрю, все готовы. Все, круто, молодцы. Итак, первое, что мы разогреваем, это нашу зону декольте. Можно ладошками, круговыми движениями от центра сначала, да, от центра грудины, с нижней части мы начинаем, да, и с центра начинаем сторону подмышек отводить, да, массировать таким круговыми движениями, прям хорошо. Почувствуйте давление. Очень хорошо массируем. Должно появиться небольшое покраснение. Прям прочувствуйте. Не мнем кожу, да, а именно мышцу нашу. Прям хорошо надавливаем. Насколько глубоко и хорошо вы разработаете, настолько хорошо разогреются наши мышцы, освободятся протоки. Итак, поднимаемся вверх поэтапно, да. Сейчас мы находимся под ключицей, под ключицей. Здесь тоже очень много проходит лимфатических каналов. Можно даже вот так вот протереть. И все мы отводим в подмышечную впадину. Так. Я, к сожалению, не всех вижу. У кого-то просто голову вижу. Да, можно чуть-чуть опустить. Елена Ким, отводите прям к подмышечной впадине. Не просто на месте стоим. Ага, массируем. Отводим до конца. До конца. Поднимаемся вверх. Угу. Вверх. Здесь можно вот такой рогаткой, да, взять ключицу нашу между двух пальцев и тоже промассировать. Хорошо. Промассировать. Хорошо. Угу. Угу. Так. Теперь следующую, другую сторону. Так же. От середины грудины к подмышечной впадине. Так. Мира круговыми, правильно. Ага, круговыми движениями. Чуть выше. Прям хорошо разминаем, хорошо разминаем. Здесь также у нас образуются морщины, да, то есть платизма начинает укорачиваться, и здесь кожа так собирается в гармошку. Поэтому, да, вот такие вот движения помогут расправить нашу платизму. Платизма, она крепится, она такая тонкая мышца, и очень легко тоже собирается в гармошку, спазмируется, так как она крепится к коже. То есть она к костям не крепится. И здесь вот между пальцами проводим ключицу. Всем видно, да? Тоже. Так вот. Все, хорошо размяли. Теперь шею. Шею тоже берем от угла нашей молодости. И вниз массирующими движениями. Опускаем все вниз. Сливаем. Можно даже продолжить. Прям круговыми движениями. Хорошо. Разминаем. И вниз. Здесь. Таким вот образом прорабатываем всю шею. Так. На другую сторону. Так. Где-то моя презентация убежала. Вот она. Так. 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 Ага. Всю шею прорабатываем хорошо. Так. Все. Хорошо проработали. Так. Так. Елена правильно. Все. Отводим подмышечные падения. Следующее. За ушами разогреваем. Здесь тоже. У нас есть лимфатические каналы. Поэтому помогаем прям хорошо. Вот рогаткой за ушами прям очень хорошо разминаем. Почувствуйте, что там так немножко горячо стало. Это очень хорошо. За ушами очень хорошо разминаем. И вниз опускаем. Помните, да? По боковой части нашей шеи опускаем вниз. Разогрели ушки наши. Теперь у нас тут нужно разработать голову. Но, наверное, мы делаем это после. Потому что потом мы будем прикасаться к лицу. Лучше сделаем после. Разработка апоневроза. У нас заломы образуются, потому что здесь у нас есть такая пастальная ткань, апоневроз называется. Она со временем залипает. Соответственно, здесь залипает, останавливается движение, а у нас мимика работает. И все. Дальше не идет ткань. У нас вообще ткань должна двигаться свободно везде. Если взять, сравнить у детей и у нас, у детей будет все ходить ходуном. То есть кожа будет двигаться, скользить относительно черепа очень легко. А у нас все это стоит и, соответственно, появляется залом. То есть отсюда у нас и морщины на лбу. Так что очень хорошо нужно будет разрабатывать. В конце покажу. И перейдем к лицу. Здесь у нас будет такой немножко скульптурный массаж лица. Начинаем всегда с нижней, третьей лица. То есть берем валик. Прям хорошо взяли валик. И разминаем. Очень хорошо разминаем. Прям почувствуйте. Прям возьмите по-хозяйски плотно валик. И хорошо разминайте. Потому что здесь тоже у нас мышцы. Наоборот, теряют тонус и опускаются вот так. Образуя наши брыльки. Ненавистные нам. Поэтому нам очень хорошо нужно размять эту мышцу. Туда поступит приток новой крови, которая напитает мышцу. И она обретет упругость. Протянуть даже можно. Вот так взять. С одной стороны держим. И протягиваем к уху все. Вдоль челюсти. Эта мышца тоже у нас разогревается. Почувствовали, наверное, как она разогрелась. Дальше. Здесь у нас жевательные мышцы, которые спазмируются. В первую очередь, так как она задействована везде у нас. Во всех процессах. Поэтому берем здесь такой вот валик. и катаем этот валик, не отпуская вверх. Вверх к вискам. Не отпускайте валик. Прям прокатывайте. Взяли. Немножко натянули. И прокатывайте. Вверх, 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 вверх. Не отпуская. Прям к вискам. Надеюсь, что видно. Взяли вот. И прокатываем вверх, вверх, вверх. Таким же способом, да, взяли от уголка наших губ и прокатываем в сторону. Так как здесь мышцы расположены вот таким вот образом, да, прикрепляются. В сторону. Так же к вискам. Очень хорошо катаем. Показать вам, чтобы было видно. Катаем. Катаем к вискам. Все натягиваем на виски. Сюда прям. И так же не забываем про вторую сторону, да. Очень хорошо отрабатываем. Так же разминаем сначала. Хорошо разминаем. Мадина, что там? Устала? Спать хочется. Так, размяли и растянули. Растянули. Ну и дальше, вы знаете, да, валиком вверх. Если есть болезненные ощущения, значит, там есть залипание. Применяя эту технику, со временем у вас будет меньше болезненных ощущений. Так, очень хорошо прям. Горячая, да? Кожа стала. И от уголка губ. В сторону разминаем. Не тянем. Берем валик. И просто валик перетаскиваем, перетаскиваем, не отпуская. Кожа у нас не растянется. Она растягивается только в том случае, если есть лишний вес, постоянная отечность и беременность. Ни в каких других случаях у нас кожа не растягивается. А следующее тоже. Здесь можно скуловую, да, мышцу. Очень хорошо тоже таким вот образом разработать. Протянули. Сначала разминаем, а потом протягиваем. То есть растягиваем нашу мышцу, потому что они тоже укорачиваются у нас. Сначала размяли, она согрелась, разогрелась и ее натягиваем. Скажу вам секрет, что любые манипуляции лицом именно самомассажа все равно дадут результат. И следующую сторону, да, другой. Размяли хорошо, растянули. Размяли, растянули. Размяли, растянули. Переходим к носогубным, да, складкам нашим ненавистным. Здесь тоже можно так валиком размять. Так, лучше зеркало. Так неудобно. Валиком разминаем. Сначала разогреваем. Прям взяли вот валик. Да. Размяли. Очень хорошо. Разогрели. И теперь можно взять два пальчика, поставить прямо на носогубку и потянуть вот так, заменяя один пальчик другим. Прям протягиваем хорошо. Почувствуйте давление пальцев. Да. Только носогубку. Только носогубку. Ниже никуда не уходим. Только носогубку. Вот она у нас. И протягиваем к уку все это. Протягиваем. Очень хорошо. Массируем. Можно быстрее. Но если приноровитесь, в будущем будете быстрее разрабатывать. Так, следующая часть. Так, разминаем. И натянули. Здесь, кстати, тоже изначально нужно сначала размять, так как у нас время поджимает, поэтому нужно ускоряться. Обычно у нас скапливается здесь отечность. Эта отечность очень хорошо сойдет. И, соответственно, у нас мышца поднимется, и носогубка станет менее заметной. Далее. Здесь у нас мышцы тоже у крыльев носа. Они тоже спазмируются и участвуют в мимике. Поэтому их нужно очень хорошо разгладить. То есть берем крылья носа, да, и как бы делаем дугу, да, как бы обрисовываем наш нос. И вверх поднимаем. Вверх. Вверх до бровей. Так. Прям вот упадите в эту ямочку, да. Вот здесь прям. И поднимаемся вверх. Вверх. Далее будем разогревать лоб. Такими пилищами движениями. Начинаем можно от центра, да, начинать отсюда вот. Вот, переносицы. И такими пилищами движениями вверх поднимаем. Вверх, вверх, вверх. Можно быстрее. Переходим на другую часть. Тут уже краснеет. Все это мы сейчас сделаем на разогрев, чтобы дальше уже, используя другие техники, мышца поддавалась быстрее. От уголка глаз, да, к вискам поднимаем вверх. Прям все направляем вверх. И вторую часть лба разрабатываем. Вверх, вверх, вверх. Прям упритесь о лоб и поднимаете вверх. Очень хорошо разминаем нашу лобную мышцу. Так. Все, лицо прям горит. Почувствовали? Так, теперь самое время наносить нашу ампулу. И сейчас. Так. Наносим нашу ампулу частично. Сначала на одну сторону, потом на вторую, а потом на лоб. И потом уже на зону шеи, да, и декольте. Не касаемся пипетки, да, лица. Старайтесь не касаться. Так как может произойти окислительный процесс. Так. Наносим на одну часть несколько капель. У вас, наверное, у всех это нулевка, да, это на увлажнение. То есть разносим. Только вот по одной части, по щеке. У меня витамин С, и витамин С имеет какую-то такую маслянистую основу, что ли. И на лице очень хорошо катается. Ну и, соответственно, блеск остается ненадолго. И все. Нанесли и начинаем проглаживать, да, очень хорошо и глубоко. То есть от центра, да, подбородка в сторону. Можно двумя руками, заменяя вверх, вверх, оказывать такой лифтинг эффект. При этом очень хорошо будет впитываться наше средство. Вы сейчас почувствуете, как кожа станет сухой. Это первая, да, линия. Теперь вторая линия. Вот уголка губ тоже вверх. Все протягиваем вверх. До этого мы хорошо разогрели наши мышцы. Теперь они могут очень хорошо тянуться вверх. И от носа губки, да, берем вот таким вот образом. Прямо вверх тоже. Можно двумя руками. Можно одной рукой, как вам удобно. Да, вверх, вверх. Все поднимаем вверх. Можете даже в зеркало посмотреть. Здесь одна сторона будет выше, чем другая. И наносим на вторую зону, да, таким же образом. И начинаем выглаживать. Очень хорошо. Все выглаживаем вверх до висков. Теперь от края уголков губ тоже в сторону. Если у кого затекает шея, можно опуститься вниз. То есть вот так вот. Главное, чтобы у вас не напрягалась шея. И носогубки. Пальчиками в сторону и вверх. Здесь можно даже одной рукой. Так вот. Теперь лоб. Вот насколько витамин С, да, вот так первая ампула, можно сказать, она такая маслянистая, но все очень хорошо впитывается. То есть сейчас у меня кожа сухая. Поэтому у меня кожа жирная, поэтому когда вы будете открывать однерку, обязательно используйте эту технику. Она очень хорошо впитывается и не оставляет жирного блеска на лице. Также от центра выглаживаем вверх. Такими вот быстрыми движениями. Можно параллельно приходить на другую сторону. Так все поднимаем вверх, вверх, вверх. Руки ровно держим. Руки ровно. Никак не в сторону. Не вот так. Ровно вверх, вверх, вверх. Строго вверх. Можно опустить голову вниз. Так будет намного легче. Кто наносит сыворотку сюда, в зону шеи, декольте, можете нанести и также промассировать. А здесь вверх, а здесь с этой стороны вниз. Я тоже нанесу. А гирим вот правильно делаете. Правильно. Вверх. Выглаживаем. Очень хорошо. Нашу шейку. А затем спускаемся вниз. Выглаживаем боковую часть шеи, зону. И вниз спускаем вниз. Ощущения очень приятные. Прям. Как будто успокаивающе. Переходим на другую сторону. Продолжение следует. То есть, таким образом, мы уже подготовим нашу шею к лимфодренажу. Потому что вся отечность у нас уходить будет только через шею вниз. Так, все закончили. На этом у нас техника по нанесению ампулы. На этом заканчивается. И следующие этапы, то, что вы обычно используете. Это может быть эссенция. Может быть лосьон. У меня вот лосьон. Лосьон даст хорошее скольжение. Именно нужное для лимфодренажного массажа. Лимфодренаж – это сведение отечности. Наносите крем, лосьон. У кого более трех средств нанесения, можете использовать эту технику. При нанесении, который мы использовали, выглаживание. То есть, оно тоже будет очень хорошо помогать впитыванию всех средств. Потому что у меня бывает так, что средство не впитывается, если я не сделаю. То есть, очень долго впитывается. И ходить с жирным лицом не очень-то приятно. А после этой техники очень все хорошо впитывается. И кожа такая матовая. Итак, давайте. Лимфодренаж у нас начинается от центра к периферии. То есть, складываем руки треугольником, домиком. И вот так вот на носу прям. И прям надавливая очень хорошо, отводим все в сторону. Отвели в сторону. Опустились вниз по шее. Вниз отвели. Снова раз. Два. И так можно повторить пять-десять раз. Насколько у вас времени хватит. Можете повторять в сторону. Теперь от центра лба, да, уже такими тоже, такими движениями вниз. Все сливаем вниз. При этом очень хорошо надавливаем, потому что просто так отечность не сойдет, если вы будете просто по коже кататься. Хорошо прям надавливаем и сводим все вниз. Также отсюда можно такими круговыми движениями вверх поднимаемся и опускаем в сторону вниз. Сюда переносицы вверх и все опускаем вниз. Здесь тоже можно в стороны от подбородка, в сторону вниз, в сторону вниз. Можно также подбородок разработать, да, вот складываем таким вот образом и прям держим одну сторону и массируем вторую. Очень хорошо подтягиваются наши прыльки и другую сторону. Можно вот таким вот образом, кому как удобно, да, раз, раз, пальчиками, можно костяшками пальчиков и все отводим вниз. Здесь можно вот так прогладить, чтобы до конца все слилось. Прямо очень хорошо и отводим подмышечную впадину и другую сторону. И все. На этом у нас заканчивается наша процедура. Можете повторять как с утра, так и вечером. Вот если у вас есть вопросы, задавайте. Буду отвечать сейчас. Сейчас что-то открою. Если больно, значит, эта мышца спазмирована, либо залипла. То есть здесь нет движения. Поэтому такими вот массирующими движениями, валиком, да, мы все это отлепляем. Так, а для век, да, кстати, кто пользуется кремом, я не пользуюсь. Поэтому, да, берем крем. Так. Обязательно нужно все это брать с шпателем. Ни в коем случае не залазим, да, руками. Так. Берем крем. Можно нанести на руки, на пальчики. И вокруг глаз по орбитальной косточке. Не залазим за эту косточку, да, под нижнее веко. И на это веко тоже не наносим. Раньше наши мамы наносили прям на веко. Соответственно, на утро получали отечность, потому что слизистая отекала от этих средств. То есть в глаза все это попадало. Только по орбитальной кости. Так, нанесли. Кому как удобно, каким пальчиком. Как удобно можете. Начинаем от края, да, внешнего глаза. И все вводим во внутреннюю часть нашего глаза. Можно двумя пальчиками. И вот таким вот образом сразу массируем, да, круговую мышцу. Здесь круговая мышца тоже спазмируется, потому что мы щуримся. При этом мы наносим крем и разминаем нашу мышцу, круговую мышцу глаза. Расправляем ее. У кого есть отечность, здесь, да, вот, собирается, бывает. Тоже придерживайте здесь и выглаживайте по орбитальной косточке. Так, можно. И вниз. Все это отечность сливаем, сливаем. Мешки под глазами еще можно убрать, а вот эти мешочки, которые образуются здесь, очень сложно. Очень сложно их убрать, поэтому не доводите до того, чтобы здесь все у вас скапливалось. Поэтому вот эти легкие упражнения, они помогут вам избежать мешков вокруг глаз. При этом мы очень хорошо, да, вбили крем. То есть его почти практически не осталось. И кожа увлажнилась, наши мышцы расправились, отечность ушла. Вот такое вот универсальное упражнение. Да, ролик кегуаша можно использовать. Можете на масле, можете вот на креме, чтобы скользило. Обязательно надо, чтобы скользило. Так, где-то у него тоже кегуаша. Можете подписаться ко мне на страницу. Там у меня есть лайфхаки, как использовать скольки гуаша, как делать массаж на определенные зоны на лице. Так. Есть еще вопросы? Мика, благодарю, что написали в инстаграм. Подписывайтесь. Там будет, есть уже и будет очень много полезных упражнений. Я решила, в общем, свою страницу совместить о томе с массажем. Думаю, что очень полезно будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!